Нужны не только хорошие дороги, но и ровные тротуары. Состояние многих пешеходных дорожек в городе оставляет желать лучшего. Сегодня мы решили провести эксперимент и узнать, кто победит в бою между горожанами и тротуарной плиткой. Трое обычных жителей Иркутска сегодня решили бросить вызов городским тротуарам. Молодая мама, психолог и школьник. Кто победит в этой вечной битве? Начать противостояние тротуаров и жителей мы доверили Татьяне. Арену для первого состязания долго искать не пришлось. В самом центре города плиточная кладка давно перестала соответствовать стандартам. Ямы, ухабы, трещины. Через все это молодая мама с трудом провозит коляску с малышом. Тротуары безобразные. С коляской ездить совершенно неудобно. Колеса проваливаются. Ребенку трясет. Это тоже неудобно. Дискомфорт. Второй раунд проведет детский психолог Татьяна. Девушка очень любит ходить на высоких каблуках. Но тротуар в одном из самых оживленных мест города, похоже, против ее обуви. В 2014 году на ремонт пешеходных дорожек было выделено более 12 миллионов рублей. Однако это место ремонт обошел стороной. Так что поход на обед для девушки становится похож не на самые веселые старты. Ну что ж, думаю, девушки меня на самом деле поймут. Вот эта дорога, тротуары – это настоящая полоса препятствий. Идешь, и вся концентрация внимания только на ноги. Даже нет времени там кому-то глазки состроить. Это на самом деле очень страшно. И прям сердце трясется. Главное – не упасть. Финальный раунд. Семиклассник Данил выходит на арену. Улица Ленина. Ровной плитки здесь больше, но только пока. С каждым годом ее количество уменьшается. До 1 октября в планах чиновников восстановить 12 тротуаров в городе. Хорошая новость, правда, если не учитывать, что всего их несколько сотен. Кстати, ремонта этого участка в планах пока нет. Единственное, что хочется сказать, что в нашем городе абсолютно ужасные тротуары. То есть они разбиты, они плохие. Иногда выходит даже выезжать на дорогу, но на дороге опасно. То есть может в любой момент сбить машина или что-то еще. Итог этой жестокой битвы печален – победа за разбитым тротуаром. А значит потребуется еще не один миллион для того, чтобы коляски, велосипеды и каблуки были в этом противостоянии триумфаторами. Евгений Шоев, Андрей Назаров. Новости по будням.